С какого возраста девочки начинают краситься? Статистика неумолима. Производители делают уже косметику для самых маленьких, и мы даже знаем случаи, когда маленькие девочки не идут в садик, не накрасив губы блеском. Где-то в 11 лет полным ходом начинают красить губы, в 12 ресницы, а в 14 лет уже используют тональные средства и даже становятся бьюти-блогерами. Поэтому сегодняшнее наше видео о том, как накраситься в юном возрасте, при этом незаметно, не подчеркнув возраст, и чтобы вас заучь не заставил умываться. Как это делать грамотно, правильно, специальными средствами, сейчас все по порядку. Прежде всего с девочками нужно говорить об уходе. Правильный уход с 14 лет – это уже специальная косметика для тринейдеров, очищение, тонизирование, потому что зачастую кожа уже становится жирной. Но до этого кожа еще детская, поэтому я бы не рекомендовала до 14 лет использовать косметику. Сейчас я буду наносить как будто вместо крема базу. База будет с перламутром. Крем – это очень классный, дает такой эффект подсвечивания и такого светящего лица, который сейчас очень модно. Мы предположим, что сегодня у моей модели особенный день какой-то, может быть, какой-то праздник в школе или какое-то у нее ответственное выступление, поэтому так каждый день не стоит красить. После этого я бы использовала тон, но не тональный, а именно BB-крем для юного возраста, так и прописывается, там 15+, который даст нам ровный цвет, немножко приглушит какие-то недостатки, но при этом абсолютно не навредит. Я работаю кистью Duofibra, то есть такая синтетическая кисточка, которая делает нанесение очень быстрым и тонким слоем. Молодежь часто засиживается в интернете, вследствие чего появляются темные кружки от недосыпания. Я буду аккуратненько закрывать их тоненьким консилером, специально предназначенным для области вокруг глаз. Перекрывать веснушки не принято. У тени нет понятия возраста и так далее, тени есть тени, и я использую профессиональные, пигментированные, использую для бровей. Но брови я буду окрашивать определенным способом, не забивать ей полностью как бы бровку цветом, а это называется поресничное окрашивание, когда я набираю цвет такого серовато-коричневого оттенка и прохожусь немножко, как будто повторяю реснички, рост ресничек. Получается, что бровки становятся четче и темнее, но при этом абсолютно не видно, что они накрашены. В моей модели немножечко глубоковато посажен глазик, поэтому я буду наносить на подвижное веко специальные тени, которые выглядят очень натурально. Это так называемые пигменты, такого розового, чуть-чуть золотистого цвета, закрываю глазки, на подвижное веко, которое вытянут немножечко глаз, ну и плюс бледно-розовый цвет, он такой девичий, нежный. Существует такой фокус, когда карандашом мы проходимся не поверх ресничек, а вот так вот под низ. Получается, что как бы глаза стали четче, но карандаша вообще не видно. Также для большей четкости глаза я буду использовать молочный карандаш на область водной линии. Себе самостоятельно это сделать гораздо проще. Карандаш так и называется каял, потому что в переводе с турецкого вот эта водная линия так и называется каял. То есть карандаш предназначен для этой области и одобрен офтальмологами. После этого слегка пройдусь тушью, именно слегка. И в конце губы и румяна. На сегодняшний день существует очень интересное такое новшество. Та жидкость называется тинт. Она как бы такая закрашенная водичка. На самом деле, когда мы наносим ее на губы, то она впитывается в губы и абсолютно такое впечатление, что просто сами губки розовые. Сейчас вы это увидите. У тинта есть малюсенький недостаток. Это он немножко подсушивает, потому что на самом деле он въедается в один слой эпидермиса и будет носиться до самого вечера. То есть есть как бы плюс стойкость, но минус то, что он чуть-чуть подсушивает. Поэтому я предварительно на губки нанесла бесцветный бальзам. Также тинт еще подходит для того, чтобы мы сделали румяна. И я бьюти-блендером, аккуратненько. Девочки, глядя, как красятся взрослые, просто их копируют, используют технологии, которые им абсолютно не подходят. Поэтому лучше уж в таком определенном возрасте, а краситься они будут неизбежно, а мам они не хотят слушать, потому что нет пророка в своем отечестве. Лучше все-таки научить через специалиста или самостоятельно, грамотно подсказать, как это сделать, чтобы макияж был именно детским и невимным таким, абсолютно непохожим на взрослых, чтобы он не придавал возраст. Поэтому обучайте своих дочек, чтобы они вас только радовали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин